Сядь сюда. У меня разговор к вам. Так, никуда не отвлекайся, положи это в бухгалтерию. Записываю, что за разговор, потому что мне надо запомнить, какие будут претензии. Мне нужно, чтобы не разговаривали. Было время, я на стройке работал, большие тяжести, вот несут рельсу. А неровная местность, а бывает бугор. Если это бугор, то теперь-то, а он рельется так, или шпалы большие, или бревна, а другой колени подогнет. А бросить нельзя, и все на тебя ложится. Да, я хочу сильным быть, но природу изменить никак нельзя. И у меня раздавлены были три грыжи на позвоночнике. Межупозвонковая, которая там в прокладке, а не вылези наружу. А это нервы. И меня на коляске возили. Привезли в Краевую больницу и сделали операцию. Ну и сказали, что это серьезная операция. Дело в том, что позвоночники, вы как медик знаете, там два отверстия для нервов. У меня одно. Это очень, говорит, редкий случай такой. Они говорят, Довженко, нам кажется, Дмитрия Андреевича, вот, Виктор Андреевича-то их знает, и там Делягин хирург, как они меня делали, просили бороду сбрить, а я говорю, не могу трогать ее. А они, оказывается, оброт суют шланг, как вот у стиральной машины, и человек нейтрализуется, у него еще нет, в анабиоз впадает. Ну и сделали все как надо. Я после еще спросил, я говорю, а можно было записать, операцию снять? А почему же не сказали? Он приезжал с женой в Потеряевку, у нас хорошие отношения, не раз встречались. Я говорю, а Довженко, он стал профессором, тогда кандидатом должен был. Дело в том, что мне они подсказали, как теперь себя вести. А вести себя уже не так, как вчера. Вот меня операцию еще не делали, а уже мужчины, я видел, они стоят так, на руки и ноги, на карачках, и больше никак он не может снять. Это операции. Там не я же один, одну операцию вырезали, там загоняли. Хотя говорят, специалисты, не надо было этого делать. Есть какой-то другой способ сейчас, но у меня выхода не было. И на курорт посылали, там я на один день ездил, проверили, растяжку делали, ничего нельзя сделать. Ничего. И поэтому операция для меня была удачная. И он как-то поехал в Санкт-Петербург и говорит, что ваша операция, там было рассказано, как прием. И вот я когда после операции за стенку держусь, потихоньку вышел, а было сказано, я могу ходить, могу стоять, сидеть нельзя. Лежать могу. И поэтому в лагерь я делаю такие прыжки в разговоре. Сделали так, большой бащок опрокинули, и на него мне давали есть, я ел стоя. Ну не будешь же лежать на столе. И меня берегли. Мне сказали, больше трех килограмм не поднимать. Понимаешь, нет, вот как. И все знали это, меня очень берегли, свои родные, близкие, все мне не давали ни за водой пойти, никак. Ну это Бог так располагает. Как я на работе работал, а там Козев был, бригадир, коммунист, молодой, расположенный. И после операции я с машины через борт прыгнул, он налетел на меня, я говорю, чуть не ударил тебя, что ты делаешь, тебе нельзя этого делать, я тебе, ну, начал строжиться. И вот так Господь делает. И вот я видел, когда вышел за стенку держать, в краевой больнице-то. А в это время подвезли, такая она, как обручок, и на колесиках, и я внутри стою. А проходит врач и говорит, мужик, ты эту бричку брось, бричка, на которой лошадей запрягает-то. Ты в спортзал иди. Я сразу Виктору Андреевичу Яковлеву говорю, член нашей общины. Я говорю, а где у вас спортзал-то это для дохлых людей-то? Да кого-то рядом здание. Я говорю, ты поведешь меня туда? Поведу. Он такой улыбчивый, радостный. И мне показали, как можно поднимать ногу, как можно делать, лежа на спине, развороты какие, не больше. Так я быстро это начал делать. И вот когда я ходил, я не знаю, раза два, три сходил, два, три. И тот мужик, который там стоял на карачках, я уехал уже домой, он все еще стоит. Надо прислушиваться. Вот я вам задаю вопрос, а вы уже сами знаете. Вот этот брат Владимир Александрович Пащенко вам помогал? Носил уголь? Да. Носил. Вчера его не было. Я спрашиваю каждый раз, где ты был, куда пошел. Был в больнице краевой. У него со спиной похожее на мое. Ему сказали, поясные поклоны делать, они знают, какие движения-то. Не надо. А земные, вы же видели, сегодня он земные все поклоны делает. Ну, вы думаете, это по ревности, по необходимости. И вот сейчас ему надо создать льготный режим, ничего не поднимать. Мне скажите, что нельзя, что вот так вот прямо стоять, можно поднимать, а в наклонку нельзя. Так что вы маленько так, глядите, кто перед вами, сколько лет он за вами ухаживает, как и за мной. А это тяжести нельзя поднять? Нет, спокойно, потом, в конце речь. Все сейчас. Так, поднимает, если уголь можно, можно. С чего нельзя, скажи, что врачи запрещали? Перекиньте на меня, на себя, чтобы этого не было. Раз нельзя, значит нельзя. Так, что хотел сказать? Я хотел сказать тяжести, которые в виде мешка. Тяжести нельзя на спине поднимать, это в виде мешков всяких тяжелых. А этот, ты чё, это уголь, кого это? Ну ладно, в общем так. Это забудьте даже. Надо как-то маленько создать льготный режим. Не надо никакого льготного. Всё, неси, везде, он всё хватает, мешки, картошку, пшеницу там мне сюда. И в каком положении берёт. Если на сеть там где-то надо, что-то поднести, значит ему надо поднять, а дальше его не разрешается. Я знаю, что надо не мимо пропускать эти слова, которые врачи сказали. Так, вам это хорошо понятно? Да. Теперь относительно грамматики. Сегодня считает, брат, и считает. Воззошёл на гору. На гору? А почему ударение на предлог? На. На гору, а не на гору. На гору, это считает старобрядство у них. Я говорю, а как вы? На бога. Я говорю, на бога надеюсь. Не на бога, а на бога. Ну на бога даже не догадаешься. А теперь ты подай на стол. Ты же не говоришь, подай на стол. На ударение делается на существительное, а не на предлог, который перед ним стоит. Вы это имеете в виду. На молитве они делают замещание, но ручка у меня была под рукой, и я записал это дело. Ну, вот мы когда молились, у нас была там Нина Долгова, ты помнишь где. Считает и делает ошибки. Приходилось останавливать. Бывает, ну, буква не туда, и она не туда пошла. Как вы узнали? Ну как, я... Не получается, чтобы я его принял. Это так уже сделано. Так, здесь молитесь, когда мы считаем, нас слушают люди. В молитвах это один вопрос. Я говорю про псалтырь только. Псалтырь. Молитвы составляли люди просто так и... Последствий таких нет, но Слово Божие нужно абсолютно точно. Потому что от него уже все остальные толкования. Вот сегодня как-то меня спрашивали, вот я сказал, что из всех церковных правил, книга правил, 57% нарушается. И их 719, а 413 нарушается. И меня спрашивают, а откуда данные-то у вас эти? Я не могу показать, откуда данные. И сегодня в моих книгах нашли какой том и выставили в интернете. Я скорее себе перекопировал. Я не знаю, а не знаю. Вот сейчас Грибанов Иван все несколько выставил. Там Усатая Наталья, они находят стихотворения, которые я даже вообще не признал бы, если бы ни моей подписи рядом не стояло. И вот сегодня они об этом, и там еще было очень серьезно, это 23 том, видимо, оттуда берут. Залезли, я смотрю, это бесконечное сокровище. И там по порядку, каждый собор, сколько правил были временные, сколько кому-то отдельно отпали, какой процент. И все это выведено. Это так, прямо схемой, таблицей, ну, мной составленная. Я ничего этого не помню. Я когда, там написано, я был в Жордан-Вилле в Америке, и они узнали про это. Узнали и сразу сказали, нам этот материал нужен, напечатаем. Ну, где же я его возьму? Я скорее сделал запрос сюда, в Барнаул, кому прислали, чтобы... А они стали дальше. Надо, именно какие правила? Ну, знаете, вы сами смотрите. Один человек сказал, я когда сказал, что нарушается правило, а человек сказал, тот говорит, хорошо, что Игнатий не в алтаре. Он бы больше в два раза показал, что вы там делаете. Ну, что делаете? Окурки выносят оттуда. Распевает. Женщина зашла и распевает, сидя на престоле. Господи, поняли. Антимин. Самая святыня заблеванная, пьяная. Ну, это пишет мне не кто-то, а человек, который служит, и который в алтаре. Ну, он диакон. Вот такое дело. Материалы наши живут. Я вот сейчас еще даже до конца не разобрал. Еще придет сейчас время какое-сколько. И каждый день составляю вот эти данные, что за день было. Какие события, кто что писал, кто говорил. И у меня получилось, что с начала года одна лента идет уже больше 10 тысяч страниц. Примерно около 11 тысяч уже. И каждый год я начинаю заново. Кто-нибудь это делает, нет, уже ссылаются. Дескать, потерянный материал, что за ночь они говорили. А куда ушло, нету. Ко мне, у него, говорят, архив есть. Да, это как архив. Потому что в нашем сообществе много знают священное писание, святых отцов. Когда каноны церкви ссылаются, это надо сохранить. Вот я сколько сегодня набрал, уже набрал на 60 страниц. На 60 страниц за один день. Это все книги. После я представляю всем, которые могут. Вопросы? Что хотела? Ну, это по-другому вопрос. Ну, все. Так, я сейчас занимаюсь рулеткой, зайду. А вы как хотите. Смотрите, не смотрите, делайте, не делайте. Так. Вот вчера у меня было, чуть нехорошее действие не получилось. Голубя-то у тебя начинает перышки расти. А они из гнезда вот так выставят зад, оправятся. И поэтому вокруг у них нарастает. А голубке-то нельзя к ним подойти, она прилипает к этому. Я нарезал бумаги вот такими вот. Хожу туда. А они там мешают мне. Я их взял и пересадил. Вот так у меня в три этажа там идут. Три этажа на одном. Девять гнезд на другом, на третьем. Да еще на земле два гнезда есть. Но они мешают мне. Я их тогда вытащил. И на который выше, ящейка, туда поставил, положил. А они сразу там дальше кинулись. А там вот такое расстояние, их прям не видно. Прижались. А уже маленькие перышки уже растут. Я-то этой бумагой нагребаю, бумагу бросаю. Опять сгребаю со всех сторон. На газетную бумагу бросаю. А потом на ведро. И там, что у меня за это накопилось, как приехал. Полное, большое ведро двухведерное. И я его вынес в бак. Пришел домой. То есть там вспоминали. Это что ж такое? Эти голубя, я оставил, которые вышли. Так они открытые. Голубка их там накормит. Не накормит. Я пришел, она сидит. Никого нет. Рядом. Вот столько вот только подняться. Она же крылья имеет. Она нет. Она почему почтовый голубь. Он летит туда, где родился. К соседу не полетит. И это так же. А те там забились. Им сейчас на холоде. Если они не едят, они сразу загнутся. А я вспомнил это дело. Вот это думаю, да. Устроил я им пост великий. Скорее пришел. Проверил там чисто. А голубка меня не пускает в пустое гнездо. Ну я его потихоньку вытащил. Их туда положил. Они еще не поймут, что это другое место. И там тоже прижались где-то. Она залезла туда, еще не поймет, что не дома у ней. Пришлось. Ушел. Прошел час. Я пошел. Они вылезли. И теперь она их крылышками греет. Опять вот. Три раза только лазил. Чтобы сделать каким-то голубятом. А может они еще замерзнут. Нет. И другие вывели. Еще одна. Больше никого нету. Они маханьки. Наперсток. Еще раз смотрю, они уже там в два наперстка. Как быстро растут. Вот. С чем занимается пенсионер? Скуки никакой нету. Сколько хороших людей приходят. Нужда. Просят помолиться. Выслать материалы. Вот сейчас один. А какие фильмы хорошие? А у меня все заготовлено. Там Иуда Менгур. Пророки. Я сразу. Счакнул. Одна минута и он получает от меня 24 фильма хороших. Хорошие. И указаны, где их найти. Вот. По соображениям совести. Я легенда. Такие, которые есть. Пророки. Все. Работу пенсионеру. А будь я неверующим. Чем занимался. Поэтому среди старых большой процент суицид называют. Самоубийство. А они никому не нужны. Ну. Батюшка рассказывает. Говорит. Наиспоед пришли молодые. Муж с женой. Батюшка. Благословите нас. Он говорит. А на что благословить? Да бабушка не умирает никак. Отравить ее. Вот бабка. На другое-то мы не способны. Слышишь, нет? Конечно. Как мы родным нужны-то, если мы никуда не угодно это? Отравить. Благослови, чтобы это закон. Она все равно уже ничего не понимает. Под себя ходит. И сколько время нам не уйти никуда не оставить нельзя. Понятно. Понятно. Но для христиан это немыслимо. А что делать? Ну, как-то облегчить. Сделать где, чтобы как убирать. Но если одна стоишь в дом престарелый, можно отдать. Потому что тебя на работу идти смотреть некому. Ну, отравить. Вон в этой... Кажется, в Нидерландах принят закон. Топтаназия. Добровольно приходит. Да, я решилась уйти. Я никому не нужна. Они тут уже полделали. И все. Завтра похоронят. Один, говорит, укольщик, и ты на небесах. Вот такое дело. Но самоубийство это грех непростимый. Итак, сестры. Если желаете остаться, я сейчас в рулетку захожу. Все. Благодарю, брат. Все сбуду. Угу.